Всем привет дорогие друзья и мы с вами продолжаем прогулку по нашей выставке, которая состоялась 20 февраля в городе Новороссийске и проводилась она, вот данная выставка на площадке торгового центра смена. Это вторая часть видео, видео обзора с выставки и она тоже небольшая и всего частей будет две, поэтому на этот раз не буду сильно вас утомлять, потому что у нас в Новороссийск все-таки приезжают не все коллекционеры, многим далеко очень ехать, поэтому можно сказать, что такое сокращенное участие. Удобно сюда приезжать тем, кто живет в Анапе, в Геленджике, но и из Славенска нам примерно ехать столько же, сколько и до Краснодара, поэтому мы тоже сюда приезжаем. Часто вы спрашиваете, какие хоечки продавались, вот сейчас перед вами на экране я показываю вам и название хои и цену, поэтому не озвучиваю, тем более название я не то что не могу прочитать, я не могу прочитать еще и плохо мне видно, потому что у меня для повседневного пользования одни очки, для чтения другие очки и менять их нет никакой возможности во время съемки. Вот такая интересная хоя, у которой такой с одной стороны пушистый листик, а с другой стороны он кажется просто очень-очень прочным, плотным. Очень много пестролистных хои, потому что наши как раз покупатели часто выбирают пестролистные растения, то есть вот я говорю, что у меня просто помешательство на пестрых сортах, но не только у меня, как я посмотрю, потому что часто очень пользуются повышенным вниманием именно пестролистные растения, многим они нравятся. Загадка для меня, а почему же все-таки? Все-таки зеленая, сочная зелень, она тоже прекрасно смотрится, но, наверное, мы всегда ищем чего-то особенного. Там бальзаминчики мелькнули, а это сейчас хоя Австраликум Лиза, несмотря на то, что она не из дешевых сортов и не с простым характером, но очень красивая, поэтому пользуется популярностью. Вот второй год уже, наверное, она на пике популярности и все еще хорошо покупается, то есть этот сорт пока держится на высших строчках рейтинга. Это у нас Сцентапсус Годзилла, а вот это как раз не всегда покупается, этот Сцентапсус на любителя, потому что у него такие закрученные листочки и не все по ним, ну, для себя представляют, как он будет расти дальше и не все видят в нем красоту, необычность. Вот такая необычная хоечка. Она, в принципе, листики у нее обычные, зеленые, а необычными является расцветка и, наверное, цена, потому что она совсем недорогая, всего-навсего 100 рублей. Обычно хои стоят подороже. Еще одна интересная хоя, у нее вот такие узкие листики, а цветочек, посмотрите, белоснежный с черной серединкой. Я думаю, что если она зацветет, то смотреться тоже будет очень интересно. Хотя вот поделитесь секретом, как заставить хою цвести. Очень часто в каких-то там учреждениях можно видеть цветущее растение, а в домашних условиях у меня почему-то хои не всегда зацветают, очень даже редко такое случается. Шикарный папоротник сейчас перед вами, тигр, то есть он такой полосатый. Ну, цена у него тоже такая немаленькая, но кустик уже пушистый, красивый. Вот, стараюсь показать вам и название, и цену филодендрона, с таким красивым удлиненным волнистым по краю листом. Вот там чешуеносный просматривается филодендрон, а это крупный лист монстеры и яркий цветок антуриума. Вот наш давний уже филодендрон, Малай Голд, раньше он был Голди Лок, назывался. Сейчас так часто случается, что старые сорта приходят под новыми названиями, ну а с каким названием они куплены, с таким уже дальше и продаются. Поэтому получается, что переименовываются некоторые сорта. Вот он, кустовой сорт, Imperial Red 1300, стоит вот такой большой кустик. Молодой лист вообще очень яркий, когда распускается, он просто очень яркий. Вот хамеламена, помните? Хамеламена. Это растение, которое я вам уже показывала, оно любо продается и в больших объемах, и вот в небольших сравнительно. Ну и, соответственно, большой объем стоит 1000 рублей, а вот небольшое растение 500 рублей. Это Сингониум. И очень-очень много у нас в этом году марантовых. С прошлого года у нас очень популярны папоротники, марантовые и аллоказии. И надо сказать, что если раньше эти растения опасались покупать, то сейчас с удовольствием они покупаются. Так что я думаю, что осмелили все мы цветоводы и пытаемся приручить даже те растения, которые всегда считались сложными. Ну, если задаться целью, то я думаю, любое растение можно приручить, конечно. Но если их не очень много, если таких капризуль слишком много, то, конечно, трудновато придется. А бутилон пестролистный, который стоит 350 рублей, это костус. Пестренький, красивенький костус, который стоит 700 рублей. Он не только с красивым листиком, у него еще и достаточно приятные цветочки. Минима 600 рублей с хорошими корешками и уже с растущим листиком. Вон там рефлектор опять стоит. Диффенбахия, все-таки она упорно попадается мне на глаза, хотя сорт не дешевый. Ну, в среднем, скажем так, что есть дорогие сорта, есть намного дороже, но есть и недорогие сорта, а тоже с привлекательной расцветкой, окраской. Вот опять крокодильчик такой. Я думаю, что многие уже соблазнились, когда постоянно цветы попадаются на глаза, такие яркие, красивые, с пестрыми листиками, то как-то теряется ощущение опасности, что, несмотря на то, что растение непростое, все равно оно покупается, потому что хочется попробовать приручить такого красивого яркого обитателя. Агланем, кстати, в этот раз было очень немного, хотя в последнее время они достаточно широко представлены на наших выставках, но вот в этот раз Агланем было даже-таки мало, можно сказать. Бегонии. Бегонии у Любы прямо-таки есть огромные кусты по 500 рублей. Ну, вообще цены на бегонии разные, начиная от 150 и заканчивая, наверное, самая дорогая цена 700 рублей. Причем встречаются самые разные. Большинство, конечно, это декоративно-лиственные у Любы. Ну, тут попались традисканцы, поэтому скажем, что и традисканцы тоже много. Не написана цена на стаканчиках. Ну, я так думаю, что 100-150 рублей стоят такие кустики разного сорта пестролистных традисканций. С розовинкой. Сорт белоснежная сорта. С мелким, с крупным листиком. То есть, самые разные. В прошлом году, я знаю, Люба пополняла свою коллекцию традисканций. И вот сейчас они уже представлены к продаже. Среди сортов, которые привозятся на выставку, много новых сортов. Но это не бегония, это палисциаз. Новинки бегонии можно определить даже по цене, потому что новые сорта бегонии обычно и стоят соответственно. Вот, например, 400 рублей. Это бегония природник, надо думать, потому что похоже, по крайней мере. У природников достаточно такие спокойные окраски. Но листик сам необычный. Он то с ворсинками, то с волосинками, то еще с какими-нибудь интересными узорами. То есть, природники отличаются от декоративно-лиственных бегоний. Ну и если вам захотелось купить бегонию-природник, то не забудьте спросить у хозяина растения, где она должна расти. Потому что есть природники, которые растут в условиях комнаты спокойно, а есть природники, которые растут только во флорариумах. Смотрите, какая красивая бегония, просто в клеточку. Вот я поинтересовалась, как она растет. Люба сказала, что она просто так растет под подсветкой и прекрасно себя чувствует. Много уже знакомых сортов, но в то же время много и новинок тоже. Вот это тоже к новинкам относится. Это, по-моему, это тоже природник. Ну а вот это старый, давно известный сорт. Ну, кстати, вот все время говорю, не надо забывать о проверенных уже временем растениях, которые прекрасно растут в домашних условиях, и обязательно они должны быть в коллекции. Хотя бы для того, чтобы они прекрасно росли, а мы прекрасно ими любовались. Потому что очень часто новички красивые, но потом начинаются с ними сложности. Вот, например, я купила тетрастигму, и мне написали уже, что в домашних условиях она чернит листья, нужно к ней приспосабливаться. Вот один из самых дорогих сортов тростниковой бегонии, Краклин Роуз. Стоит 700 рублей. То есть она такая яркая изнанка листа, просто ярко-красная. Ну, это тоже сорт тростниковой бегонии Софи Сесиль. Известный уже сорт, но красивый. Красивый, с большими листьями. А это многочисленные любины, уже пошли фиалочки из трептокарпуса. Это детки, которые продаются с фотографиями, чтобы можно было выбрать по цветению. Ну, кто-то ищет уже заранее намеченный сорт, а кто-то вот выбирает именно по фотографии. Ну, а полочка, тут не просто поредили ряды, полочка практически уже опустела, потому что в начале, когда начинает работу выставка, отойти от своего рабочего места практически невозможно. Поэтому я уже намного позже снимаю открытие выставки. И самые красивые фиалочки уже пошли жить к нашим покупателям. Потому что, видите, такие расстояния даже между маленькими горшочками, огромное расстояние. Это все места были заняты. Белая королева. Посмотрите, какая красивая фиалка. Огромные цветочки. Причем продается и листик, и сама фиалка. По табличке это видно. Вообще фиалки невероятно красивое растение. Я всегда ими любуюсь. Такие яркие листики и красивые цветы. Вот эта фиалка меня просто очаровала. Тут и селекционер наша Люба Еременко Любовь. И фиалочка называется Радужная бабочка. Она очень красивая. Мне понравилась просто очень. Вот эта тоже такая помпоном цветущая фиалка. Фея Дадаян. Тоже невероятно красивая. Затерянный мир. У фиалок читать название я люблю не меньше, чем разглядывать цветочки. Встречаются очень интересные названия. Это просто сказка. Сполохи. Ну, тоже понятно, почему называется так. Потому что по листу, вернее, по лепесткам идет такой краб. А вот какая фиалочка нежная. Роза Хутор. Такая перламутровая просто вся. Красота. Ну и тут многочисленные деточки. Опять-таки, где может каждый выбрать себе понравившийся экземпляр. Ну и, в общем-то, на этом все, дорогие друзья. Наша выставка заканчивается. А следующая будет 6 марта в Краснодаре в ДКЖД. Так что, до свидания. До новых встреч.